Приветствую вас. Я, пожалуй, поддержу коллегу Лидию в том, что вы можете, безусловно, начать отношения. У вас получится их сохранить, у вас получится их продолжать, у вас получится быть вместе. Да, потому что, определенно, после такого большого количества проблем между вами, тот факт, что вы все равно вместе, ну, как минимум, о чем-то говорить. Но, понимаете, есть несколько проблем. Во-первых, я не соглашусь с коллегой Лидией в том, что, ну, в том, что у вас обязательно может наступить процесс возвращения проблем. Потому что может быть такая ситуация, что каждый из вас для себя вот какую-то часть проблем все же решил. И это, как бы, позволило вам быть вместе. То есть, вот этот момент со счетов сбрасывать нельзя никак. То есть, еще раз, очень может быть, что благодаря тому опыту, что вы получили, очень может быть, проблему уже не вернуться. Конечно, мы этого знать не можем, безусловно. Но пока, можно говорить так, что раз вы вместе, значит, скорее всего, велика вероятность, точнее, того, что ваши проблемы, если не исчезли до конца, то по крайней мере, хотя бы, как-то уменьшили свое значение. Хотя, безусловно, говорить о том, что они прям вот перестанут давать о себе знать, я бы не встал. Просто потому, что это еще не известно. И вот, если говорить о том, что вам делать, если говорить о том, что вам можно сделать, если говорить о том, как вам себя вести, то простите, простите то, что между вами было, безусловно, можно. Я бы даже сказал, что нужно, потому что, ну, действительно, кто не ошибается. Проблема в другом. Ну, ушло ли то, это точно говорила Лидия, только я немножко более подробно об этом скажу. Ушло ли то, что провоцировало, например, мужчину на обман? Ушло ли то, что вызывало между вами конфликт? Вот в чем главный и, наверное, основной вопрос и проблема. Потому что, если мотив, если стимул остался, стимул, ну, вести себя так, стимул поступать так и так далее, да? Если стимул остался, то проблема действительно вернется к вам снова, к сожалению. Это, ну, это факт. Факт это объективный. Если проблемы остались, они будут. Если стимул для этих проблем остался, стимул для такого вот поведения, со стороны мужчины, со стороны вас, то есть, с вами что-то двигало, когда вы делали какие-то плохие вещи, вот, то проблемы вернутся. И это вопрос. Не желание каждого из вас причастнить вам борт. Это вопрос о потребностях. То есть, у каждого из вас есть свои потребности. Вот от того, насколько вы полно эти потребности друг другу удовлетворяете, или будете, вот, в том числе, или насколько полно вы будете рассказывать друг другу, ну, например, о том, что вас, там, волнует, например, о том, что вас беспокоит, о том, чего вы хотите, если вот между вами этот аспект будет, то можно говорить о том, что вместе вы сможете быть. Но если вы, по-прежнему, будете вести себя так же, как раньше, то все это, к сожалению, временно тогда. Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, даже если вы областили друг друга, это еще совершенно не значит, что проблема ушла. Как, в принципе, и сказала Линда. Коллега Линда. А как вам себя видеть вести из человека? Ну, во-первых, надо сказать, что к негативным моментам в ваших отношениях привели какие-то модели поведения. Какие-то модели поведения, например, скажем, ваших моделей поведения, модели поведения молодого человека, и поскольку вы спрашиваете нас про вас, то есть как вам себя вести, то я здесь скажу так, что вам нужно четко обслеживать, четко осознавать, ну, по возможности, конечно, четко осознавать, какие именно поведенческие триггеры привели к тому, что для мужчины стал возможен обман и прочий негатив именно с вашей стороны. То есть то, что он сам сделал, то, чего он сам хотел, это от вас не зависит. И это на себя взваливать нельзя и не стоит. Чувство вины, оно никому, вообще-то, ну, пользы еще не приносило. Чувство вины, это вообще, знаете, способ манипуляции социальной. Социальный способ манипулирования людьми. В принципе, все. Вот. Поэтому винить себя за какие-то вещи, за поведение вашего мужчины, например, безусловно, не стоит. Но то, что вы сами сделали, то, что вы, как бы, ну, то, к чему вы сами пришли, вот это, это нужно иметь в виду. Просто для того, чтобы, ну, понимать, чего делать мне стоит больше. Например, если вы, ну, вот вы сказали, там, такое взрава, да, что, может быть, ему меньше говорить о моей любви, да, то есть меньше давать ему понять, что я, что он мне нужен. Вот очень хорошая мысль. Но как? И почему? Почему вы вдруг перестанете говорить мужчине, перестанете меньше говорить мужчине, что вы его любите? Почему? А ответ-то, он достаточно прост. Потому что какие-то вещи привели, какие-то вот моменты этого, привели к тому, что он вас обманул. Ну, например, увидел, что вы много говорите ему про любовь, про свою, и начал, соответственно, засладываться, и начал вас сам обманывать, допустим. И тогда ваша основная ошибка заключается в том, что вы, условно говоря, перестали быть с той, кого нужно, кого хочется, завоевывать. И тогда уже вопрос к вам. Что нужно сделать для того, чтобы мужчина вновь хотел вас завоевывать? Вот в этом контексте вы совершенно правильно мыслите. И так на самом-то деле во всем вам нужно будет поступать. Советов никаких таких конкретных себя вам давать не буду. Потому что советов давать неэтично. Совет вы можете у друга своего спросить, от оброги. мы все-таки дети психологи, поэтому советов не давим. Рекомендации. Значит, вот вы говорите, после разрыва с любимым человеком мы решили все простить друг другу. А это чего было разрыв? Чем мы на разрыв было бы условно? Решены ли те проблемы? Вы простили все? Это хорошо. Это вы поняли, что никто из вас не хотел причинять там боль негатив другому. Это хорошо, прекрасно. Но проблем с проблемой осталось. Если вы просили друг другу, проблема не ушла. Понимаете? Ее нужно решить для себя. Соответственно, проблема потребности. Потребности удовлетворять. Она может давать о себе знать и из-за этого будет расти неудовлетворенность. Вот. Это момент. Даш. Причем работать вам желательно бы вдвоем. Вот. Даш. Шили вы два года вместе. Были два года вместе. С его стороны был обман. Какой обман, всем обман, всем обман. С вашей стороны измен. Зачем, почему вы решили изменить и так далее. Непонятно. Дальше. От шпот вы пишите, он для меня самый лучший, и так далее. Но если он для вас самый лучший, зачем вы ему изменяли назло, если вы друг другу делаете назло, то стоит кому-то из вас ошибиться, и другой человек будет так же поступать назло. И какой тогда, простите, смысл в том, что вы выстраиваете свои отношения. Это действительно до первой ошибки. Обман, если это не было измены, ну, наверное, не было измены, раз это обман. Обман был связан с тем, с тем, что человек хотел поступить так, как он считал нужным, но знал, что вы не примете его позиции. Значит, между вами нет доверия. Почему между вами нет доверия? И как без доверия можно строить отношения? Очень интересный вопрос. На него нужно отвечать. Далее, значит, вы спрашиваете, как ведите себя человеком, ну, собственно, знаете, вот на этот момент, в принципе, я раскрыл, как вести себя человеком. Ну, наверное, только, совершенно точно можно сказать, что не так, как раньше, потому что, когда я ввели себя так, как раньше, что ничего хорошего из этого вообще не получилось. Был обман, была измена, было, было, что пришло, ну, в общем, так делать, если бы раньше нельзя. А вот коррективы ваше поведение и отношение к нему нужно вносить, исходя из конкретного разбора проблем, которые у вас есть. Я думаю, только так. На этом все. Он надеюсь, что помог вам. Если есть какие-то вопросы, отстались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.